Оппозиционный депутат, красные береты в Керанца, так обнимались, будто освободили страну. Народ должен защищать свои права. Об этом заявил у въезда в село Керанц 3 мая депутат от блока Армения, Гарник Даниэлян. Если кто-то скажет здесь что-то лишнее, сразу возбудят уголовное дело, лишат свободы. Сколько людей из наших сел посадили по сфабрикованным обвинениям? Заявил Даниэлян. Он также коснулся вчерашних событий в Керанце и распространенного в интернете видеоматериала, на котором видно, как полицейские обнимаются после того, подвергли приводу сельчан. Красные береты так радуются, видите ли, избили несовершеннолетних деревенских детей, доставили их в полицейский отдел. Они так обнимались, целовались, будто освободили страну. Несовершеннолетних подвергли пыткам, а они с радостью обнимаются и поздравляют друг друга. Завтра, послезавтра, как они будут смотреть в глаза своих детей, ведь все это станет историей. Село Керанц поделили на две части. Мы все в горе, а они радуются, им хорошо, у них все на месте, арцах есть, того шу ничего не угрожает. Радуйтесь, турок идет, сказал депутат, обращаясь к полицейским и черным беретам. Парламентарий подчеркнул, что народ должен защищать свои права, и все должны стоять рядом с родиной и духовенством. Отметим, что село Керанц уже 24 часа закрыто с обеих сторон, полицейские, патрулирующие в деревне, следят за передвижением людей. При этом стражи порядка не пропускают предстоятеля Тавужской епархии ААЦ Баграта Галстаняна, депутата от блока Армения Гарника Данииляна и политолога Сурена Петросяна в деревню. Напомним, что вчера утром в село Керанц прибыли крупные силы полиции и с применением грубой силы подвергли приводу перекрывших дорогу жителей, в том числе несовершеннолетних. В МВД Армении сообщили, что Минобороны проводят работы по разминированию у села Керанц, поэтому дороги к нему закрыты. Журналистам также не разрешают проехать в село. По словам главы села Камоша Гинина, сельчане дежурили, чтобы предотвратить процесс проведения работ по разминированию. Люди протестуют против односторонней сдачи властями Армении территории Азербайджану. При этом власти открыто говорят, что не гарантируют безопасность жителей.